Новости 24 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 Здравствуй, Хадиша, спасибо за слово. Очень много людей пожилого возраста и маломобильных. Граждане находятся сегодня в самоизоляции, нуждаются в помощи. Так, Общенародный российский фронт совместно с сотрудниками магазинов устанавливают специальные тележки в продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Мы совместно с магазином ТЫЛИ установили ее для того, чтобы любой желающий покупатель смог поставить сюда продукты первой необходимости. И затем мы их вывозим и распределяем уже по маломобильным гражданам и по пожилым гражданам, которые оставляют заявки у нас. К акции уже присоединились ряд предпринимателей и организаций, их помощь неоценима. Любой желающий может приобрести продукты или товары первой необходимости, оставив их в качестве благотворительности прямо в магазинах. Она заполняется у нас активно, очень даже покупатели наши делают благотворительность для малоимущих, для инвалидов. Оставляют очень много и часто. Коллектив, магазин делают. После забора продуктов из магазина комплектуются продуктовые наборы и доставляются нуждающимся. В 10 супермаркетах города акция «Тележка. Добра» уже стартовала. В них возле касс установлены специальные тележки или корзины проекта. Организаторы акции просят помогать продуктами долгого хранения. Крупами, мучными изделиями, консервами, чаем, сахаром, соком, мукой. В общем, всем, что необходимо для питания. Приятно, что стариков не забывайте, помогайте. Каждый может быть тоже стариком. Те, которые более молодыми. В день к нам приходят более 20 заявок. Мы стараемся исполнять их день в день. И мы оформили уже около более 250 заявок уже выполнено. В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ветеранам города сертификаты от сенатора Сулеймана Керимова. Один миллион рублей будет перечислен на личный счет каждого получателя. В случае отсутствия карты денежные средства будут переведены на счет ближайшего родственника, которого определит сам ветеран войны. Стоит отметить, что также в феврале текущего года Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам в размере 75 тысяч рублей по случаю празднования 75-летия победы. Это от имени Сулеймана Керимова вам выдаем сертификат на один миллион рублей. От него низкий вам поклон, искреннее пожелание, крепкое здоровье, благополучие и миры. Большое спасибо Сулейману Керимову. Я хочу передать от всей души, от своего чистого сердца большое спасибо. Евгения Георгиевна, от имени Сулеймана Керимова хочу вам дать сертификат на один миллион рублей, который он дал всем участникам Республики Дагестан, почти всех наградил, блокадность и кто канцеллагерах был, он тоже дал. Спасибо, ну поблагодари, да? За что? За миллион рублей тебе дают, миллион. На улучшение жилища. Ну ты что? Да вот ничего. Это хорошо. Депутаты советского района Махачкалы посадили саженец в новом сквере Шахидов. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции Сад Победы. Все деревья в сквере именные и названы в честь соотечественников, отдавших свои жизневые мира и спокойствия в Дагестане. Этим мероприятием мы хотим продолжить акцию, начатую главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым в «Зеленые километры». За этим деревом, которым посадили, мы будем ухаживать. Я призываю всех махачкалинцев, чтобы они также принимали участие в благоустройстве нашего любимого города. Сквер Шахидов расположен на улице Абдухамида Юсупова. В нем уже посажено более 50 деревьев. Помимо зеленых насаждений, здесь будут расположены фонтаны, пешеходные и беговые дорожки. Открытие сквера запланировано в этом году. Дезинфекция помещений прошла и в подразделениях МЧС по Республике Дагестан. Здесь предпринимаются все возможные меры для защиты сотрудников от инфекции. Особое внимание уделяется санитарной обработке зданий и помещений. Кроме того, проводится дезинфекция спецтехники и служебного жилья. При заступлении на службу каждого сотрудника осуществляется контроль состояния здоровья. Дагестанец в Манчестер-Сити. Наш следующий сюжет о юном футболисте Мураде Шахшабекове. Восьмилетний форвард живет в Англии и тренируется в Академии действующего чемпиона страны. Он мечтает стать профессионалом. В спорте берет пример самого Криштиану Роналду. Как сын титулованного дагестанского бойца выбрал футбольный путь, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Этот пушечный выстрел – главное оружие юного галеодора. Восьмилетний Мурад Шахшабеков заряжен на удар из любой позиции. Своим кумиром на поле считает португальца Криштиану Роналду. В секцию футбола родители отдали Мураду в шесть лет. К слову, отец этого дарования сам в недавнем прошлом боец смешанных единоборств. Чемпион мира Магомед Шахшабеков, известный по своим выступлениям на турнирах М1 Challenge. Сейчас выходец из селения Верхней Джейнгутай Буйнакского района, занимается тренерской работой в Англии. Как оказалось, Магомед также начинал свой спортивный путь с игры в мяч. Несколько лет назад, наверное, пару лет назад, мой сын пришел со школы домой. Мне говорят, папа, я хочу стать футболистом. Я был в шоке, потому что у меня речи даже не было о футболе. Я, в принципе, не прерывал к нему никаких желаний заниматься либо спортом, либо еще чем-то. Мне так интересно было, чем же он захочет заняться. Я в нем вижу себя сейчас, потому что примерно тот же самый возраст, примерно те же самые желания. Он сказал, я хочу стать футболистом, почему нет? Уже сейчас тренеры говорят о Мураде как о будущей звезде. Конечно, до этого ему предстоит пройти сложный и тернистый путь. Шахшабеков младший – фанат своего дела. Желание трудиться – хоть отбавляй. Сейчас у него нет времени на отдых. Под руководством своего отца форвард тренируется на свежем воздухе. В Академии высокая конкуренция. Самое время потянуть скорость и выносливость, укрепить свой организм. Можно сказать, что постоянно хвалят его за его удар, но на самом деле мы работали много над этим ударом, поэтому они заметили это. Мы работаем над его скоростью, чтобы улучшить его скорость, потому что он нападающий, он должен делать хорошие рывки на короткие дистанции. В том сезоне, в прошлом сезоне, когда его взяли, на просмотре было всего в сезоне 300 человек, потому что они подвели итоги в конце года. И они сказали, что на просмотре всего прошло 300 человек, и на 300 человек было только 10 мест. Вот, это 10 мест, вот в эту десятку он и вошел. Своей футбольной жизнью перспективный игрок делится в соцсетях. В инстаграме никнейм «Сеньор Мурат» с каждым днем становится все популярнее. Правда, публиковать голы с официальных игр или с тренировок академии по законам страны не положено. Нельзя снимать детей. Английские законы запрещают снимать детей, потому что в кадре, если попадают дети, и ты снимаешь на видеокамеру или на телефон, и выставляешь в социальной сети, и их родители могут у тебя подать в суд, и у тебя будут большие проблемы. Получается, я не могу дать то, что хотят подписчики видеть. Это же футболисты, они хотят видеть его голы, они хотят видеть его тренировки, они хотят видеть его игры, они хотят видеть его футбольную жизнь. Мурат мечтает стать великим футболистом. После попадания в Академию действующего чемпиона Англии, перед юным Галеодором открылась новая цель – добиться профессионального контракта с клубом. Советами отца, за плечами которого большой спортивный путь, эта задача кажется вполне реальной. Мой папа – это мой тренер. Поддерживает меня во всем. А какие он тебе дает советы? Он дает мне много советов. Как тренируйся каждый день. Если ты сделал ошибку, это нормально. И просто играй в футбол. И еще он мне говорит, если ты упал, встал, дальше побежал. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Манчестер, Великобритания. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok